Итак, я живу, ставлю себе какие-то маленькие цели и пытаюсь их достигнуть. Чтоб не было скучно в этой жизни, нужно ставить цели и пытаться их достигать. Некоторые цели можно быстро достичь, некоторые долгосрочные, маленькими шажками. Идешь к ней, идешь, идешь, как говорят, тише будешь, а нет, там, подождите, сейчас, тише едешь, дальше будешь. О, вспомнил я пословицу, русскую пословицу вспомнил, три человека зашло. О, только хотел посмотреть, кто зашел. О, привет, привет всем из Германии, привет, привет. Сегодня поговорим о теме у нас будет похудение, сушка, диета и, конечно же, поговорим об аптечном допинге. Сегодня я затрону все препараты, какие есть вообще на этом свете для похудения. Да, мы поговорим о медфармине, мы поговорим о арлистате, мы поговорим, конечно, про бупропион или цибан. Да, это два аналога. О них мы поговорим. Поговорим также и какие еще препараты, которые, кроме того, как сжигают жиры, они притупляют чувство голода. Такие, как эфедрин, всем известный, легендарный эфедрин, псевдоэфедрин, кленбутерол затронем тоже. Конечно же, поговорим про вас любимый редуксин, редуктин или действующим веществом сибутрамин, да, и вот много еще будет сегодня. Поговорим о экстрате герании, поговорим о чем еще, о синефрине и на рентгине. Я думаю, этого всего нам будет достаточно, если мы все это успеем сегодня обговорить, да, обговорить это все успеем. Ну, а все зависит, конечно же, от вашей активности. Если я буду видеть, вот, например, сейчас меня смотрит 17 человек, а лайков ноль, да, ноль лайков. Да, ваша активность мотивирует меня вообще что-то вам рассказывать, что-то вам показывать, что-то вам снимать. Вижу, нету лайков, нету комментариев. Значит, для меня это обозначает тема, вас не интересует, да, моя болтовня вас не интересует. Так что все зависит от вас, будете лайковать, да, не быковать, лайковать, да. Для тех, кто не знает, пальчиком по экрану стучать, да, и там сердечки появляются, это и есть лайки. Ну, у кого длинные ногти губками, да, у кого губки накрашены пальчиками, да, у кого губки накрашены и ногти длинные, просят своих мальчиков, чтобы они за вас стучали. А чем они будут стучать, пальчиком или членом, мне без разницы, да. Не по моему же экрану, не по ему же экрану. Вот, 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 такие вот дела. Все зависит от вашей активности. Будете активны, будем общаться долго, расскажем про все, отвечу на все вопросы. Не будете лайковать, я просто закончу стрим и пойду на YouTube, может быть. А может и вообще куда-нибудь в другое место. Вот такие вот дела. Ладно, я думаю, вы поняли посыл, да, того, о чем я вас просил, да, ставить лайки. Я сейчас наоблю себе напиточек. Я с дежурства, да, вы вчера все праздновали, бухали, кушали, наверное, какие-то вкусные салатики, да, набирали калории, да, ноги перебрали. Я знаю, поэтому я сегодня и вышел в эфир, чтобы вас спасать. И ведь я добрый фей. Я знаю, вы вчера перебрали с калориями, перебрали 100%. Ведь в алкоголе тоже большое количество калорий, пустых калорий. Особенно если алкоголь, ликеры вот эти взять, с этим, со сливками, знаете, там очень-очень много калорий. Ну вот, вот такие вот дела. А я работал, у меня было 24-часовое голодание. Я еще до сих пор не отошел, но мало спал. 24-часовое дежурство. Ну, короче, сутки у меня были, да. Я сегодня в 8 утра только освободился. Вчера в 8 заступил, сегодня в 8 освободился. Вот такие вот дела. Вот такой вот у меня был Новый год. Но я все равно успел снять вам небольшой видосик. Наверное, вы смотрели, да, мое поздравление. Я вас поздравил. Пожелал вам всего хорошего, успехов, да. Ну, в общем, все, что вы себе сами желаете, да. Девочкам я пожелал принцев там всяких, как вы любите, да. На конях, без коней, с конями, с конюшнями. Мальчикам, как всегда, да. Мужского здоровья. Каменные эрекции, да. Длительных половых актов, да. Вот такие вот дела. Ну вот, ладно, все. Напиток у меня есть. Препараты лежат на столе. Погнали. Начнем, наверное... Ладно, я, наверное, посмотрю вначале, кто зашел на стрим. А то как-то неудобно, да. Все-таки стрим. Это общение с двух сторон. Я посмотрю, кто зашел на стрим. Немножко почитаю, что вы написали. И потом начну вам рассказывать про жиросжигатели. И как они работают, да. Ведь не все препараты являются жиросжигателями. Вы часто не понимаете, да. Вы часто думаете, что метформин является жиросжигателем. А он не является жиросжигателем, да. Но зато вот такой препарат, как, например, бупропион. Вот его можно уже отнести к жиросжигателю, да. Или псевдоэфедрин. Тоже можно отнести к жиросжигателю. Или вот эти вот растительные, по которым мы поговорим, да. Симефрин, наригин. В общем, мы поговорим еще о том, да. Какие жиросжигатели, какие нет. Давайте просто посмотрим. А вы не забывайте ставить лайки. Не забывайте. А то я выключусь. А то я выключусь. Ладно, кто сегодня зашел? Наби. Наби мы знакомы с ним с ютуба, да. Как я понял, это тот Наби. С Украины. Он тут осваивает немецкие земли. Немецких женщин. Учит язык. Чтобы... Так. Наталья, Людмила. Дурная. А что ты сама себя так обозвала-то? Обычно все хотят, чтобы звали умные. А ты дурная называлась. А, кстати, случай у меня был. Короче, знаете это. У меня был коллега на работе. Его звали, короче, Шляудрав. Ну, фамилия. И тут пациентку. Ну, я еще во взрослой психиатрии работал. Ну, объявили, что приедет новая пациентка. А ее звать Фраудум. Короче. Да. Его звали Шляудрав. Ну, и это. Ну, объявили, короче. И мы такие подумали. О, а что если мы возьмем у Шляудрав. Драв за клеем. У него такой, это. Шильд был. Табличка. Драв за клеем. Да. И получился бы Хершляу. Да. Вот был бы Люсич. Да. Он бы представился. Я Хершляу. Она бы. А я Фраудум. Ладно. Что мы это. Ладно, хватит. Это вас не интересует. Так. Что еще кто тут зашел? Кто еще тут зашел? Про дурную. А. Дурная меня на это мысленная. Ладно. Валера. Светлана. Маргарита. Петер. Стас. Александр. Сегодня у нас мужчин достаточно. Обычно одни девочки заходят. Мужчины тоже, наверное, перебрали с калориями. Да. Они тоже перебрали. Да. И теперь у них плохая это. Шлефтагвисен. Да. Как это называется. Угрызение совести. Волова. Я еще русский не совсем забыл. Вот. Ну и вот. Что вы написали? Ты кем работаешь? Я врач-психиатр. Работаю с детишками. Лечу детишек. А. Зэмпик. А. Я забыл о зэмпик показать вам. Да. Есть. Есть. Где-то. Коробка валяется с азэмпиком. Ну ладно. Азэмпик мы тоже затронем. Раз вам. Вас это. Юкт. Раз у вас чешется. Это затронем вам. Азэмпика. Так. Что нужно кушать, когда пьешь метформин? Ок. Ок. Ну ладно. Тогда давайте. Ладно. Раз метформин. Давайте с метформиной начнем. Да. Я больше всего про него выпустил видосов. Да. Есть плейлист на канале на моем. Есть плейлист. Если вы на мой канал зайдете, вверху там плейлисты. Например. Про Орлистад есть плейлист. Да. Для похудения. Да. Про Орлистад. Также есть плейлист по метформину. Там более 60 видео, которые я снял про метформин. Там все о нем. Я вам разжевал его вообще. Наверное, никто так его вам не разжевывал, как я. Я там на все ваши вопросы ответил. И не раз ответил. Как он вообще. Я объяснил вам. Спасибо за подарки. Объяснил, зачем метформин вообще нужен. Как он работает. Да. То, что я знаю, что он для людей, страдающими диабетом второго типа. А то многие потом писали. Это же для людей, которые страдают диабетом. Не вздумайте принимать. Это для диабетиков. Вот. Типа. Только для них. Да. Вот. И я вам рассказал там и про витамин. Влияние на витамин В12. Многих вас интересовал. Вы говорили. Он же, наверное, не дает сасываться витамину В12. А что нам потом, когда у нас недостаток будет витамина В12? У нас будет голова болеть и все такое. Я вам пояснил. Да. Я вам пояснил. Я сказал. Да. Но только если дозировочка будет высокая. Больше 2000 миллиграмм. А мы всего 1000 будем принимать для похудения. Но подробнее о дозировке я еще поговорим. Если вы принимаете больше одного года, если вы старше 60 лет, и только в 40% случаев может быть дефицит витамина В12. Вот столько факторов должно быть. Большая дозировка. Больше года принимаешь. И тебе за 60. Вот. И только всего лишь 40% у людей был дефицит витамина В12. Который купируется. Тупо покупаешь баночку с капсулами. 1000 миллиграмм. Да. 1000 миллиграмм В12. Ну, я не знаю. Не миллиграмм. Он там в чем-то другом измеряется. Просто смотрите, чтобы стояла дозировка 1000. Если вам это очень болезненно. Да. Вы боитесь, что у вас будет дефицит В12. Вот купите такую баночку. Купейте там каждый второй день по капсулке. И все. И радуйтесь жизни. Да. Вот. Я еще расскажу. Метформин. Да. Мы говорили. Это препарат. Как понятно. Все знают. Да. Это глючение диабета второго типа. Да. Это не тайна. Да. Что он делает? Он не дает всасываться глюкозе. В кишечнике. Да. Сахарам не дает усваиваться. Если так просто сказать. Да. И поэтому. Из-за этого у вас низкий сахар в крови. А низкий сахар в крови. Низкий инсулин. Да. Гормон поджелудочной железы. Поджелудочная железа. Не надо и много вырабатывать гормона. Потому что у вас низкий сахар. Да. А это хорошо. Низкий инсулин. Это хорошая предпосылка для похудения. Потому что гормон инсулин. Когда он высокий. Да. Он тормозит липолиз. Жиросжигание. Да. Потому что многие пишут. Можно же просто на дефиците калорий сидеть. Без таблеток. И так похудеешь. А зачем ты предлагаешь типа таблетки. И еще плюс диету. Дефицит калорий. Ведь с метформином надо делать дефицит калорий. Он не сжигает. Да. Какие. Он не сжигает жир. Он только держит инсулин низким. Да. Он симулирует примерно. Вы наверное слышали про такое вот. Периодическое голодание. Или как там. Интервальное голодание. Да. Вот он стимулирует интервальное голодание. Только в интервальном голодании вы кушаете всего пару часов. А потом долго не едите. Да. Чтобы держать инсулин низким. А в нашем случае вы можете кушать. Да. И у вас инсулин будет низкий. Так как метформин не даст всосаться сахарам в кишечнике. Да. То есть два эффекта. Низкий инсулин. Да. Низкий сахар. Низкий инсулин. Второе. Вы получаете небольшой дефицит калорий. За счет того, что сахара не усваиваются. Да. Они у вас не усваиваются. И еще ему приписывают эффект. Притупление аппетита. Да. Когда вы голодаете. Конечно. У вас зверский аппетит. Вы готовы съесть. Да. Ну. В общем. Вы знаете. Да. Вот. Большой вопрос был с почками. Говорили. Блядь. Метформин. Ты с ним посадишь почки. И почки отвалятся. Да. Потому что людям. Которым назначали диабетикам. Да. Диабетом второго типа назначали в начале препарат. А потом отменяли. И из-за того, что у них были проблемы с почками. Да. Но у них были проблемы с почками. Потому что у многих страдающим диабетом. Да. Сахар. Высокий сахар. Высокий сахар. Как вам сказать. О. Он неблагополучно влияет на сосуды. Он разрушает сосуды. Почек тоже. Мелкие сосуды почек. Капилляры. Он их разрушает. И поэтому возникает почечная недостаточность. Да. Почки работают не так, как они должны работать. На полную. Да. И поэтому, скорее всего, врач назначил метформин поздно. Когда уже произошли вот эти вот негативные воздействия высокого сахара на почки диабетика. И он отменяет ему метформин. Да. Из-за того, что метформин. Вот мы уже пришли, кстати, к противопоказанию. Его нельзя давать людям, у которых повышенная в крови молочная кислота. Лактоацидоз. Да. При лактоацидозе нельзя принимать метформин. Да. Потому что он повышает количество молочной железы. Я все опять о железах. Количество молочной кислоты. Вот. А если у человека почечная недостаточность, то почки не могут выводить молочную кислоту. И она, и все это дело усугубляется, если дополнительно еще принимать метформин. Да. Ведь лактоацидоз – это опасное состояние. Да. Оно может возникнуть при почечной недостаточности, если будете принимать метформин. Да. И поэтому врачи не назначают при почечной недостаточности метформин. А если она есть, отменяют ее. И также, если с алкоголем. Да. Ни в коем случае нельзя принимать метформин с алкоголем. Также возникает риск лактоацидоза. Но эта проблема решается, да. Многие из вас, кто принимает метформинчик, сейчас вчера бухали, и они просто тупо отменили. Вчера не выпили таблеточку метформина. Это же не антибиотик. Это же не противозачаточный препарат, который нужно в одно и то же время принимать и все такое. Можно просто, если у вас намечается какое-то мероприятие с алкоголем, просто отменяем таблетку. А потом на следующий день дальше в бой, да. Чтобы у вас не было вот этого вот лактоацидоза, да. Чтобы не было его, да. Вот. Там люди писали некоторые, что с метформином у них тошнит, да. У кого-то понос. Ну, типа того, да. Я предлагаю принимать метформин в случае, если у вас тошнота, понос. После еды, да. Принимайте после еды. Ладно, мы уже пришли, наверное, к пункту, сколько вас же интересует дозировочки. Вы же любите дозировочки. А вы вообще... Что-то я давно сердечек не видел. Как насчет того, амбисим, лайков подкинуть в топочку. Давайте. 60 человек смотрит. Давайте пальчиком постучим. Постучим по экрану пальчиком. Я с вас не прошу денег, да. Моя информация вся бесплатная, да. Я на канале на этом ничего не зарабатываю, да. Я его даже к монетизации не подключал. Потому что я зарабатываю достаточно денег. Я...